Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, всех вас сердечно приветствую на библейском портале экзегет. Сегодня мы с вами будем разбирать послание апостола Павла, которое он обращает к городу Филиппы, а точнее своей пастве в городе Филиппы. Дело в том, что апостол Павел проповедует в этом городе как в первом во всей европейской части света. Именно филиппийское паство, филиппийская церковь становится первой в Европе. Нужно сказать, что сегодня, спустя много столетий после проповеди апостола Павла, мы можем сказать с вами, выразив благодарность апостолу Павлу, что он тогда повернул на запад, а не на восток. Иначе, наверное, проповедь бы распространялась со стороны Индии или Китая или каких-то других восточных стран. Но христианство распространяется туда, на запад, в Европу, и на самом деле формирует совершенно новую культуру Европы. Античность находит свое продолжение, реализацию и развитие именно в христианизации. Что это был за город Филиппы и что за послание обращает к нему апостол Павел? Спутник апостола Лука пишет в книге «Деяниях» о посещении апостолом Павлом этого города. Ему является некий македонянин, который приглашает его помочь им. И апостол Павел видит в этом благословение Божие на то, чтобы отправиться в европейскую часть. И он действительно приходит в город Филиппы. Именно там, в 16 главе книги «Деяния» об этом подробно есть информация, описывается, как он попадает со своим спутником в тюрьму, его бросают в темницу, но ночью происходит землетрясение, и хузы ослабевают, и двери темницы открываются. И темничный страж, который просыпается чуть позже, видя это, хочет покончить жизнь самоубийством, потому что не уследил за ними. Ну, таковы были тогдашние римские законы для воинов. Однако апостол Павел, предвидя данное действие темничного стража, а мы с вами прекрасно понимаем, что он был интегрирован в культуру античности, в культуру римскую, в том числе воинскую культуру. Скорее всего, и римское гражданство он получает, потому что имеет непосредственное отношение к обеспечению армии римской специальными палатками, которые шила его семья, и шил он сам. Так вот, темничному стражу он говорит о том, чтобы он не делал ничего с собою. Темничный страж приходит к вере во Христа Иисуса, темничный страж крестит сусую семью через апостола Павла, и в результате становится христианином. Город Филиппы сам по себе был основан на месте еще более древнего поселения, отцом Александра Македонского, и назван был в честь него именем Филиппы. Когда Рим завоевывает эту территорию, то это становится римской колонией. С течением времени, после 42-го года до Рождества Христова, когда происходит важное для установления римского политического строя сражение, этот город становится местом пристанища, местом жизни отставных офицеров, а также другого высшего воинского состава Римской империи. Город Филиппы, соответственно, становится римским городом. Граждане этого города имели статус римских граждан. Скорее всего, они были достаточно обеспечены. Это был город высокой интеллектуальной атмосферы. Так вот, что он из себя еще представлял? Дело в том, что Филиппы находятся на Игнатиевой дороге. Это был торговый путь, и совсем недалеко находились золотоносные рудники. В общем, было достаточно многолюдно в городе Филиппы. Вследствие этого достаточно сильно был развит религиозный культ в этом городе. При раскопках этого места археологи приходили к выводу, что это просто музей античной мифологии. Такое количество разных культов там присутствовало. Естественно, как в любом городе античности, который находился на торговом пути, это был город торговцев, это был город людей, ищущих легкой наживы. Нельзя сказать, что большие города вообще отличались какой-то сдержанностью или аскетичностью. Но, на удивление, в отличие от послания к Коринфянам, апостол Павел обращает в своей пастве в Филиппах очень дружественное, теплое и, можно сказать, нежное послание. Наверное, человек, который соприкоснулся со всем блоком его посланий, скажет, что именно послание к филиппийцам обладает какой-то особенной своей притягательностью вследствие очень добросердечного тона автора. Нужно также отметить иссагогический факт. Сегодня ученые-библеисты не сомневаются в авторстве апостола Павла. Дело в том, что, в отличие от остальных посланий, это послание не имеет слишком распространенной догматической или нравоучительной части. Это небольшое послание, очень сердечное, как уже было сказано, нежное. И написано целиком и полностью в стиле апостола Павла. Соответственно, о нем говорят многие первохристианские учители, мужи апостольские, Игнатий Богоносец, Ириней Леонский, Климент Александрийский, Климент Римский. Все они уподминают именно за апостолом Павлом это послание. Более того, данный текст содержится и в древнейших рукописях Священного Писания. Ну, соответственно, переписанных, конечно. Одно остается загадкой. Было ли это послание одно и составляет ли оно единую такую систему, либо же это было два или три письма, которые впоследствии были объединены в одно. Все они, естественно, обращены именно к городу Филиппы, к населению этого города, наипаче к церкви филиппийской. Но в то же время при чтении этого послания складывается впечатление, что оно состоит из нескольких писем апостола. Когда оно приобретает особенный для нас интерес? Дело в том, что нужно обратить внимание на то, что это послание было написано из уз. Существует лишь несколько посланий, где апостол Павел указывает на свое пребывание в узах. Скорее всего, здесь речь идет о первых узах римских апостола Павла. Это послание к Эфесиным, Колосиным, это послание к филиппийцам, это послание к Филимону. Здесь нужно обратить внимание на то, что во всех посланиях, которые апостол Павел обращает из этого своего состояния правового, они содержат в себе христологию, обязательное учение о Господе Иисусе Христе. И послание к филиппийцам, естественно, не является здесь исключением. Мы сейчас с вами это разберем и увидим. Перед тем, как начать само послание, хотелось бы также обратить внимание на его содержание, общее содержание, то, с чем вы столкнетесь, когда откроете этот текст. Начинается оно, как и все Павловы послания, с приветствия, прескрипта, а дальше начинается молитва благодарения, благодарение Богу за его запасство апостола Павла, а также молитва о филиппийской церкви. Далее апостол Павел говорит о своем состоянии в плане того, что он находится в заключении. Далее говорит о Христе. Это очень известный отрывок из послания к филиппийцам. Он читается в литургическом плане на празднике Богородицы. Здесь говорится о воплощении Иисуса Христа, о том, что он принимает на себя образ раба, становится в подобии человека. Это такой вот важный христологический гимн. Далее апостол Павел говорит о том, что его пастве необходимо без ропота и сомнений воспринимать благую весть, распространять ее. Вообще нужно сказать, что это послание можно назвать посланием радости. На этих четырех главах этого письма порядка 16 раз используется слово «радость». Конечно, мы здесь с вами не можем быть как такие буквоеды, фарисеи, вычисляющие какой-то процент радости в этом послании. Нет. Скорее, это некий ярлык, некий сигнал о том, что здесь будет речь идти о радостном каком-то состоянии, вообще о радости. Далее апостол Павел говорит о своих верных соработниках, которые разделяют с ним его узы. Также он говорит о том, что вместе с ним не просто его собратья в Риме, но и многие стражники из охраны, которая была ему приставлена в Риме, они тоже узнали о благой вести, о Евангелии Иисуса Христа. Дальше апостол Павел очень аккуратно, ненавязчиво затрагивает тему закона, приводя пример себя, что вот ну кому, кому, как не апостолу Павлу, свою надежду возлагать на исполнение закона. Он, который фарисеем был до своего обращения к Иисусу Христу, как раз таки ему, еврею от евреев, из колена Вениаминова, стоит обратить на это внимание. Но он добровольно ради Христа идет путем Христовым, а не путем закона Моисеева, и к этому приглашает всех своих спутников и в движении своем ко спасению. Далее апостол Павел приводит ряд нравственных и общих советов своим филиппийским братьям. Это же продолжается в 4 главе. Также в 4 главе апостол Павел благодарит свою паству, которая не оставляет его и оказывает ему финансовую поддержку, почтение на протяжении всех его путешествий, старается поддержать его, и он благодарит их за это. Ну и, соответственно, в конце он дает последние такие завершающие приветствия и последние пожелания. Вот краткое содержание этого послания, более полное, мы будем уже с вами рассматривать его в каждом конкретном последующем видео по главам. Храни вас и Господь, доброго вам дня!